Друзья, я вас приветствую! Сегодня в видео я хотел рассказать про свою новую клавиатуру. Это офигенная клавиатура, которая стоит вменяемых денег и имеет всё, что мне необходимо. Встречайте, Cachron K1. А в начале видео у меня для вас новость. Компания Okitel выпускает новый суперзащищённый флагман Okitel WP10 с поддержкой сетей пятого поколения. Телефон имеет сверхзащищённый корпус, огромный экран на 6.7 дюймов, батарею на целых 8000 мАч и очень крутой набор камер. А теперь также добавили поддержку сетей 5G. Прямо сейчас производитель ведёт розыгрыш на 10 смартфонов совершенно бесплатно. Ссылку на розыгрыш я оставлю прямо в описании видео. Также там можно перейти на официальный сайт на Алиэкспресс и посмотреть точную его стоимость. Ну и конечно, более детально ознакомиться с данной моделью. В общем, всем рекомендую посмотреть. Прежде всего, я должен сказать, что это обзор на актуальную четвёртую ревизию данной клавиатуры. Если вы раньше видели обзор на Cachron K1 на другом канале, вы могли слышать разные недостатки. Например, как плоские кейкапы и неравномерные нажатия. Так вот, все эти недостатки компания услышала и поправила. В четвёртой версии таких болезней у данной клавиатуры просто нет. Но обо всём по порядку. Прежде всего, данная клавиатура поставляется в очень стильной чёрной коробке. Прям конкурент продукции Apple, который перешёл на тёмную сторону. Внутри всё тоже очень красиво упаковано и сама комплектация тут отличная. Конечно же, есть сама клавиатура. Цветная стильная инструкция по подключению и главным функция. Также есть довольно длинный кабель USB Type-C. Он используется для зарядки клавиатуры или для того, чтобы использовать её в проводном режиме. Кабель у нас, кстати, идёт в удобной тканевой оплётке. И дополнительно есть инструмент для удобного снятия кейкапов. А также набор сменных кейкапов для Windows и Mac систем. Собственно, благодаря тому, что у нас есть два набора, данная клавиатура идеально подходит и для винды, и для Mac. И всё это сразу в комплекте. Дополнительно есть два варианта расцветки для клавиш управления подсветкой и Escape. Ярко-оранжевые и классические серые. Теперь о самой клавиатуре. С первого прикосновения понимаешь, что вещь премиальная. Вся нижняя часть выполнена из металла и является очень тонкой. Сверху идут низкопрофильные клавиши. Кейкапы очень приятные на ощупь и имеют углубление в центре кнопки. Таким образом, печатать очень удобно. В предыдущих версиях данная клавиатура поставлялась плоскими кейкапами, на которые многие жаловались. Кстати, на официальном сайте для тех, у кого есть данная клавиатура прошлых версий, можно купить отдельно только набор кейкапов, а не всю клавиатуру сразу. За это производителю уважуха. Сзади у нас находится весь интерфейс. По центру разъём для подключения кабеля и с левой стороны два тумблера. Первый для выбора операционной системы, с которой вы хотите работать, а второй для выбора режима. Собственно, можно работать по Bluetooth или по проводному соединению. Кстати, по Bluetooth можно забиндить сразу три устройства и потом сочетанием клавиш переключаться между ними. Это очень удобно и для меня это просто необходимая функция. Кроме игры я использую клавиатуру для работы и часто приходится параллельно работать и на ПК и на Макбуке. Оба они подключены к одному экрану и переключать между ними просто нажатием двух клавиш просто мега удобно. Данная клавиатура подставляется с двумя вариантами подсветки. Чисто белый или RGB. В моём случае это RGB вариант, где есть огромное количество режимов и вариантов подсветки. Кстати, белый тоже можно поставить и получить классический внешний вид. Подсветка равномерная и приятная. Яркость, конечно, можно регулировать. Кстати, полноценные световые индикаторы тоже имеются. Ну а теперь о самих клавишах. У меня полноценный вариант, но есть также TKL-версия без нампэда. Я выбрал именно с нампэдом, так как после Аны Pro 2 я немного по нему соскучился. Особенно, когда именно работаешь, а не играешь. Есть несколько вариантов механических переключателей. Полный список можно посмотреть на официальном сайте по ссылке в описании. У меня стоят мои любимые коричневые гетероны. Собственно, есть тактильный отклик от нажатия, но шум от печати минимальный. Для меня это очень удобный вариант, так как мы работаем с женой в одной комнате. И когда я начинаю печатать письмо на синих переключателях, шум становится очень приличный. И второго человека это сильно отвлекает. А тут я получаю и приятное нажатие на клавишу, и минимум шума. Предлагаю вам самим послушать. Нажатие клавиш четкое и стабильное. Даже с клавишей пробел я не заметил каких-либо проблем, о которых говорили блогеры в предыдущих версиях данной клавиатуры. Ну и что касается автономности, я тоже остался очень доволен. Для теста я зарядил клавиатуру на 100% и отключил кабель. Подсветка все время работала на максимальной яркости. Единственное, что стоял режим, в котором подсветка отключается, если не пользоваться клавиатурой несколько минут. В таком режиме клавиатура прожила у меня почти 5 полноценных рабочих дней, где я ее использовал именно весь день. Как по мне, это отличный результат, особенно для версии с нампедом. Поэтому могу сказать, что я очень доволен этой клавиатурой. Именно ей я собираю использоваться каждый день. Она очень стильная и тонкая, выполнена из отличных материалов. Также имеет отличную автономность. В ней приятная подсветка, и она имеет весь необходимый функционал. И, конечно, может управлять тремя устройствами одновременно. В общем, в четвертой ревизии Cachron K1 очень тяжело найти, к чему можно придраться. Как конкурентам можно вписать только Logitech G915, но вариант от Logitech стоит в районе 300 долларов, а наш меньше сотни. Так что, думаю, наша Cachron K1 однозначно является лучшей клавиатурой среди низкопрофильных беспроводных механических клавиатур на рынке. Ссылку на официальный магазин, в котором я ее приобрел, я оставлю под видео. А если у вас будут вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях, а я постараюсь вам ответить. Ну и как всегда, друзья, спасибо вам, что смотрели это видео, и до новых встреч!